Девушки отдыхают О каком Герман сказал один из гостей, указывая на молодого инженера, стоящего неподвижно. Отраду не в раунгарты в руки, отраду не жадут ни одного пароли, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру. Игра занимает меня сильно, сказал Герман, но я не в состоянии жертвы необходимым надежды приобрести излишне. О, Герман небес, вот и расчетлив, вот и все. А вот кто для меня непонятен, так это моя бабушка сказала томски. Как, что, закричали гости. А вот не могу постигнуть, отчего бабушка моя до сих пор не понтирует. Да что ж тут удивительного, что осьмидесятилетняя старуха не понтирует. Так вы ничего про нее не знаете? Нет, браво, ничего, закричали гости. О, так, послушайте. Надо бы знать, что бабушка моя лет шестьдесят тому назад ездила в Париж. Была там большой гости, народ бегал за нею, чтобы увидеть дальнюю Москву и Московскую Венеру. Решили, где за нею помочился. И бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в Параж. Однако, при дворе, бабушка проиграла на слово герцогу Орлянскому, ну что-то очень плохо. Приехав домой, отверливая мушки, с лица отвязкой фишмы, она объявила дедушке о своем проигрыше и приказала захватить. Покойный дедушка, вот сколько я помню, был род бабушкиного дворецкого. Он ее боялся, как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты и доказал ей, что в полгода они избили полмиллиона. А под Парижем у них нет ни подмосковной, ни саратовской деревни. И начисто отказался от платежа. Бабушка дала его по щечкам, или паспорт одна. Знава к своей ненависти. На новый день я довела позвать мужа. Ну, надеюсь, что домашнее наказание над ним подействовало. Но она жила его не только летельно. Первый раз в жизни она нашла с ним дар суждений, уверений. Думала, у совести к нему. Нисходительно доказывает, что долг-долг урозь. И что есть разница между принцем и корейником. Куда? Дедушка будто бы, нет, нет ведь только. Бабушка не знала, что делать. А вот что делать? С нею коротко был знаком человек очень замечательный. Ну, вы, конечно, слышали. Ну, а график сэр Жармен, о котором рассказывают так много чудесного. Он выдавал себя за вечного жиданца, изобретателя жизненного эликсира, Твасовского гава и прочее. Над ним смеялись, как лучше пацанов. А Казанов в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, не спотя на свою заимственность, Сен-Жермен имел очень почтенную наружность. И был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти. И она решилась к нему прибегом. Написала ему записку. И попросила немедленно к ней приехать. Старый чудак илются тотчас. И застал ее в ужасном горе. Она объяснила ему самыми черными красками Варварство мужа. И сказала, наконец, что всю свою надежду Она полагает на его дружбу и любезность. Я могу услужить вам этой судьбой, Но думаю, что вы не будете довольны, А со мной не расплатитесь. А я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство. Вы можете отыграться. Но, любезный кран, я говорю, что денег вовсе нет. А деньги тут не нужны. Извольте меня выслушать. И вот тут он открыл ей тайну, За которую всякие из нас Дорого бы так Три верные карты. Молодые люди Допили свои люнки. Томский Закурил трубку. Затянулся И продолжал. В тот же самый вечер Бабушка Явилась в Версаль Ожо-Дореллэн На королевскую трубку. Дерцик олянский металл. Бабушка слегка извинилась, Что не привезла своего долга. И в оправдание спрела маленькую историю. И она села против него Понтироваться. Она Выбрала Три карты Поставила их Одна за другою. Все три Выиграли ей Сонника И бабушка Отыгралась Совершенно. Случай Сказал Один из гостей. Сказка Заметил Томский. А может Статься Порошковой Карпой Заметил Третий. Не думаю Важно Отвечал Томский. Как Сказал Нарумов У тебя есть бабушка Которая угадывает Три карты Сверху А ты До сих пор Не перенял У нее Ее Кабалитики Твергость Твоя Для меня Удивительна. Да Черт Раздва Сказал Томский. У ней Было Четверо Сыновей В том числе Мой Отец И Никому Не Открыла Она Своей Таней Хоть Это было Не худо Для них Да и Даже Для меня Но Вот Что Мне Рассказывал Дядя Граф Иван Ильич И в чем Он уверял Меня честью Покойный Чеплицкий Но тот Самый Который Умер В нищете Промотав Миллионы Однажды В молодости Своей Прыграл Помнится Зоричу Около Трехсот Тысяч Он был В отчаянии Бабушка Которая Всегда Была Страха К Шалость А Молодых Людей Как Дожалилась На Чеплицкий Она Дала Ему Три Карты С тем Чтоб Он Поставил Их Одна За Другое Взяв С него Честное Слово Впредь Никогда Уже Больше Не Играть Чеплицкий Явился Своему Победителю Они Сели Играть Чеплицкий Поставил На первую Карту 50 тысяч Выиграл Соника Загнул Пароли Пароли П Отыгрался И Остался Еще Выигрыш Однако Пора Спасть В самом деле Уже Рассветало Было Песчет Пешествия Молодые Люди Допили Свои Рюмки И Разъехались Герман Был Сыном Огрусевшего Немца Оставившего Ему Маленький Капитал Будучи Твердо Убежден В необходимости Упрочить Свою Независимость Герман Не касался И процентов Жив Одним Жалованием Не позволял Себе Ни малейшей Приходи Впрочем Он был Скрытен Честолюбив И товарищи Его Редко Вели Случай Посмеяться Над Его Излишней Бережливостью Он Имел Сильный Стряк Страсти Огненное Воображение Но твердость Спасла Его От Обыкновенных Заблуждений Молодости Так Например Будучи В душе Игрок Никогда Не брал Он Карты В руки И просчитал Что состояние Его Как Сказывал Он Не позволял Жертвовать Необходимым Надежде Приобрести Излишнее А между тем Целую ночь И просизывал За карточными Столами Исцелетовал С лихорадочным Трепетом За различными Оборотами Игры Анекдот О трех Картах Сильно Подействовал На его Воображение И целую ночь Не выходил У него Из головы Что Если Думал Он На следующий День Пройдя Ночью По Петербургу Что Если Старая Графия Откроет Мне Свою тайну Передозначит Мне Электриверные Карты А чего Не попробовать Представиться Ей Нет Пожалуй Подбиться Моя Мимостей Нет Пожалуй Сделаться Ее Любовником Сделаться Ее Мой капитал Доставит Мне Покой И Независимость Рассуждать Таким Образом Очутился В одной Из главных Петербурга Перед Домом Старинной Архитектуры Улицы Были заставлены Экипажами Кареты Одна за Другой Хотелись Размещенного Подъезда Из кареты Улицы Вытягивались То Строй Медая Молодой Красавицы То Гремучая Батфорда То Повозады Чего Дипломатически Ваш Шубы Почти Великанин Увеличава Швейцар Герман Остановился Чей Это дом Спросил он У главного Будучника Графини Анны Федотовны Отвечал Будучи Герман Сотребит Удивительный Олегдот Снова Представил Сильного Воображения Он стал Ходить Около Дома Думая Об хозяйке И отчудесной Ее Возможности Поздно Поздно Вратился он Смиренный Свой уголок Долго Не мог Заснуть А когда Собин Овладел Ему Пригресились Карты Зеленый Стол Кип Ассигнации Он Ставил Карту За картой Гнул Нарешительно Выиграл Беспрестанно Запревал Себя Золото Клава Сигнации В карман Проснувшись Уже поздно Он Вздохнул О потере Своего Фантастического Богатства И пошел Опять Продил По городу И опять И опять Очутился Возле дома Старый Графин Неведом Неведомая Сила Казалось Привлекла Его К нему Он Остановился Стал Смотреть На окна В одном Увидел Тимоволосую Головку Головку Склонет Навероятно Над книгой Или над работой Головка Приподняла Свеже личико Темные Голоса Свеже личико Темные Каза И вот Эта минута Решила Его Участь Мадам Месье Мадам Месье Месье Вы Кажется Всерьез Предпочитаете Служам Ну Что Поделать Мадам Они Свежее Сверский Разговор Старая Графиня Сидела В своей Любовне Ветер Три девушки Отружали Ее Одна Держала Банку Румярный Другая Королк Сожгли А третья Высокий Чепец Слеплен Полным Цветом Графиня Не имела Ни малейшего Притязания На красоту Давно Увявшую Но Сохраняла Все Привычки Своей Молодости И Строго Следовала Модам Семидесятых Годов И Обивалась Так же Долго И Так же Старательно Там И Шестьдесят Лет Там Ну Ножи В Водушке За пальцами Сместила Парышня Ее Воспитывается Здравствуйте Я Гранаван Сказал Молодой Молодой Медсер Бонжур Мадему Зелиз Гранаван А я К вам С просьбой Что Такое Поль Позвольте Представить Вам Одного Из Моих Приятелей Привезти Его К вам В пятницу На бал Привезите Его Мне Прямо На бал Тут Мне Его И Представишь Был Ты Вчера Танец Су И Ветт Ветт Танцевали До Пяти Часов Утро Как Хороша Была Елец И Мой Милый А Что Вне Хорошего Такова Бабушка Княгин Дарья Петровна Я Ча Она Уж Очень Почтарела Княгин Дарья Петровна Как Расскорела Отвечал Российный Томский Она Ветт Семь Как Умерла Барыш Не Сделал Знак Золотому Человеку Он Вспомнил Что От Старой Графини Таили Смерть Юра Вестец Закусил Себе Губу Но Графиня Возь Приняла Весть Для нее Новую С полным Равнодушием Умерла А я И не Знала Мы Вместе Были Пожалованы Во Фрейлины А Когда Мы Представились То Государ Виня О И Графиня В сотый Раз Рассказала Свой Анекдот Ну Поль Сказала Она Потом Помоги Мне Встать Резенька Резенька Где Моя Табакерка А Вот Моя Табакерка И Графиня Со Своими Девушками Пошла За Ширмами Оканчивать Свой Тук О Лес Кого Вы хотите Не представить Тихо Спросила Лизавета Ивановна Нару Мол Вы его Знаете А Мол Он Военный Или Статский Военный Инженер Нет Кавалерист Но Чуть Нару Нару И не было бы утопленных к телу. Ужасно боюсь утопленников. Да таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских? А разве есть русские романы? Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли. Простите, грамма, я спешу. А, простите, Елизавета Ивановна, а почему? Подумали, что дорогу им же нет. И Томский вышел из угольного дома. Елизавета Ивановна осталась одна. Она оставила работу. Она стала надлететь в окно. И вскоре на другой стороне улицы из угольного дома появился молодой офицер. Грунянец покрыл ее бедные щеки. Она снова приняла эту работу и наклонила голову над самой-над самой конвой. И в это время вошла графиня совсем одета. Вы коры, Лизонька, сказала она, карету закладывай и поедем прогуляться. Лизонька встала, стала убирать свою работу. Что с тобой, мать моя, глуха, что ли, закричала графиня. Бери, скорей, закладывает карету. Сейчас, отвечала барышня и подбежала в переднюю. Слуга вошел и перевел книги от князя Павла Александровича. Хорошо! Благодарить! Лизонька, Лизонька, куда ты бежишь? Одеваться успеешь, матуша! Сиди! Что ты здесь? Раскрой! Раскрой! Первый том! Читай! Слух! Что с тобой, мать моя, глуха, что ли? С голосу, что ли, спала? Кромче! Погоди! Подвинь! Скамеечку пододвинь! Елизавета Ивановна почитала еще две строчки. Графиня зевнула. Брось эту книгу! Что за вздор? Да молчь, мучая, мучая. Отослать! Дняю Павлу! И великий! Благодарить! А что погода? Скоро карета? Карета готова, отвечал Гембердиня. А-а-а! Вот! А-а-а! В свою комнату не прошло двух минут. Графиня начала звонить. И до всей мочи три девушки бежали в одну дверь. Гембердиня в другую. Что это у вас, недоклиничаешься? Кричала Графиня. Сказать, не заметите, ванне, что я ее жду. О, Лизавета Ивановна вошла в капоте и шляпке. Ну, наконец-то! Письмо! Письмо содержало признание любви. Оно нежно, почтительно. Конечно, оно было нежно, почтительно. Это письмо было слово в слово, взятое из немецкого романа. Возьмите ее звание немецкий мудрена, и поэтому на этом письмо было очень довольно крутое. Возьмите ее, однако это письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые, впервые входило на тайные, тесные отношения с молодыми мужчинами. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном победении и не знала, что делать. Перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить молодого офицера охоту дальнейшим преследованием? Отослать ли мы письмо или нет? Или отвечать? Холодно и решительно. Посоветоваться не с кем, никому, ни подруги, ни на стороне. Вот что делать, что делать? Что делать? И Елизавета Ивановна решилась. Отвечаюсь. Она села, записнилась только, взяла перо и бумажку. Несколько раз начинала она свое письмо. Выпала его, то письмо казалось ей слишком истоким, то слишком, то слишком снисходительным. Наконец, ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. Я уверен, писала она. Вы имеете честное намерение? Вы не хотели оскорбить меня ни от дурных поступков, но знакомство наше не должно начаться. Ой, нет. Может, знакомство наше не должно начаться? Таким образом. Надеюсь, что они будут иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение. Жаловаться на незаслуженное неуважение. На другой день, Елизавета Ивановна, в виде идущего Германа, вошла в зал, отворила фоточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проборство молодого офицера. Герман побежал, поднял его и возвращаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что они будут встретить, иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение. Он того и ожидал, и возвратился домой очень занятой своей интригой. Третья после того, Елизавета Ивановна, быстроглазая манзель, принесла записочку. И с многими мать им, Елизавета Ивановна, открыла ее с беспокойством при приедении жмей требований. И вдруг узнала руку Германа, вы идущенька, ошиблись, это описано верно, 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 никому. Нет точно, к вам извольте прочитать. Елизавета Ивановна пробежала записку. Герман требовал свидания? Ну, может быть, сказала Елизавета Ивановна, испугавшись поспешности требований и способу им употребленному. Это описано верно, 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 никому. И разорвала, разорвала письмо. Мелкий, 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 мелкий кусочек. Я, более письмо, не к вам. Зачем же мы его разорвали? Я, Владислава, тому, кто его послал. О, послужи, дедушенька, ты... Наконец, графиня, карету подали. Герман видел, как Лакеевы несли под руки сгорбленную старуху, У которого заболел шубу, и, как расслед за нею, в холодном плаще. Раз головой убраны свежими цветами великолы ее мосты. Двуцы дверцы захлопнулись, и карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Карета подъехала, остановилась, стук опускаемые подножки, невольное волнение обладевая им карета. В доме засуетились, люди побежали, раздались голоса, хитом осветился. В спальню бежали три старые горкишты, и графиня чуть рывая вошла, и опустилась вольтеровое кресло. Герман глядел в щелку, Лизеля Билана пробежала мимо него, сердце его назвало что-то похожее на угрызение совести. Герман глядел в щелку, и графиня стал раздеваться перед зеркалом. Откололись с нее чипец, украшенный розами, сняли наподренные пары лифт с ее седой и плотно остриженной головы. В улавке дождем сыпались околы нее. Шрапиня молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман подумал, что она уха, не наклоняясь над самым ухом, повторила ей то же самое. Шрапиня молчала по-прежнему. Вы можете, продал Герман, составить счастье моей жизни, она ничего не будет вам стоить. Я знаю, вы можете угадать три карты сряду, ну! Герман остановился, графиня, казалось, поняла, что от нее требовали. Казалось, она искала слов для своего ответа. Это была шутка, сказала она наконец. Я поклянусь вам, это была шутка. Тем нечем ощутить, возродил Сергей Тагерман. Вспомните Чеплицкого, которому помогли сын отыграться. Графиня, видимо, смутилась, чем ей запросили сильное движение души. Но она вскоре впала в прежнюю бесчувственность. Можете ли вы, продолжал Герман, назначить мне эти три верные карты? Графиня, молчал, и Герман продолжал. Как вам беречь вашу тайну для внуков? Они богаты и без того. Они не знают цену и деньгам. Но мне помогут ваши три верные карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, Кто все-таки умрет в нищете, Несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мог, я знаю цену и деньгам. Для меня ваши три верные карты не пропадут. Ну! Он остановился и скриптом ожидал ее ответа. Графиня, молчал, и Герман встал на колени. Если когда-нибудь сердце ваше сдало чувство любви, Если вы помните ее восторжь, Если что-нибудь человеческое, Когда-нибудь вы, было бы, откройте мне вашу тайну. Что вам в ней, а? Может быть, тайну вашу соприняется? Он в несколько минут лежал на холодном полу, Усыпанным гельником. Потом приподнялся, Гледен, как сама покойница, Приподнялся, Вступил на ступени катафалка И поклонился. И в эту минуту показалось ему, Что мертвая насмешливо взглянула на него, Прищуривая одним глазом. Герман, поспешно подавшись назад, Оступился, И начать глянулся в обзим его подне. И в это самое время Елизавету Вагону Вынесли в обморки, на паперки этот эпизод, Возбудил на несколько минут Торжественность мрачного обряда, Будущавый коммергер Призги розыгрейки поклонницы, Шепнул на локу стоящему поздней него, Англичанину, А под молодой офицер Ее побочный сын, на что, Оу! Самый делник первый, Он вдруг чрезвычайно расстроен, Обедая в уединенном трактире, Он против обыкновения сына, Он пил очень много, Ну, надо же не закучить внутренние волнения, но виновичка боли, и силы его, воображение, пройдя домой, он бросился, не раздеваясь, на кровати крепко уснул, он проснулся уже ночью, луна заялась, он готовит, он взглянул на часы, было тысяча тысячи три, сон у него прошел, он сел на кровати, и думал, думал о похоронах старой графин, и вот в это время, кто-то с улицы загинул к нему в окошко и тотчас отошел, Геркур не обратил на то никакого внимания, через минуту услышал, что отбирали дверь в передней комнате, а, подумал он, это, наверное, денщик пьяный, возвратился с ночной прогулки, но нет, он услышал незнакомую походку, кто-то ходил, тихо, шаркая, туфли, дверь, и вошла женщина в белую плату, Геркур принял эту свою кармин, и все удивилось, а что могло перелести в такую пору, но белая женщина скользнуть, очутилась перед ней, он узнал, «Рафиня, я пришла к тебе против своей воли», но подкрыл к нему в окошко, долго не мог опомниться, пошел в другую комнату и денщик его. Тройка, свое, сетмерка, виденье, туз! Атамбе! Как вы смеяли мне сказать «атамбе»? «Ваше превосходительство, я сказал «атамбе»?» Две неподвижные девушки не могут в нравственной природе занимать одно и то же место, как два тела в физическом мире, не могут занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз, вскоре заслонили воображение Германа, образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз. Спасибо. 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 Я, например, в Москве не имела возможности. У меня сегодня большой праздник. Настоящий человек будет счастлив жить в Москве. Аплодисменты. Я хочу сказать, что действительно в этом модном графике Марина Михайловна сказала, между съемками, между работой в театре и ректорством, и также сольными выступлениями, нашелся один буквально день, чтобы посетить наш фестиваль, наш город. Я хочу вас поблагодарить. Сегодня он спустился с трапа самолета и вслед ему, значит, там встречающий рассказывает, вслед ему говорит, это же Мессинг пошел. Мы уже узнавали из аэропорта. Большое вам спасибо. И еще раз хочу от всех нас выразить, от коллектива театра выразить действительную признательность за то, что вы нас поддержали. Большое вам спасибо. Мы ждем вас всегда здесь. И добро пожаловать. А вот теперь аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.